Ребята, всем привет! Сегодня я вам покажу очередную порцию интересных скриншотов, в которых просматриваются, возможно, новые фишки из MIUI 11. Кстати говоря, на последний китайский еженедельный такого не было добавлено, потому для меня они тоже стали в неком роде сюрпризом. Ну что же, приступим. Первое, это улучшенный Mi Assistant или же App Valuet. В чем тут его новинка по сравнению с тем, что мы имеем сейчас? Переделали несколько дизайн этой возможности, теперь прямоугольники выглядят более скругленно и строка поиска на них поверх накладывается. Как по мне, очень интересное решение. Возможно, разработчики тем самым хотят привлечь внимание к этому помощнику, ведь есть вероятность того, что им пользователи просто не пользуются. А в комментариях напишите, как часто вы обращаетесь за помощью к App Valuet. Переходим дальше и рассмотрим новый супер режим экономии энергии. Как мы знаем, оболочка MIUI позволяет нам выполнять оптимизацию питания телефона, тем самым увеличивая срок жизни от одного заряда. Но тут уже тестирование полноценного режима, который исключит наше вмешательство в настройки телефона. Хотя я думаю, что все равно мы найдем рычаги улучшения батареи и в новой MIUI 11. Третье, новый дизайн рабочего стола, когда мы на нем делаем удержание. Сейчас же мы можем на нем группировать приложения по папкам, удалять их, а также на стабильных прошивках делать клонирование выбранного нами приложения. Теперь же интерфейс получает изменения, которые направлены на улучшенное взаимодействие оболочки телефона с пользователем. Из того, что есть сейчас, можно понять, что проще станет создавать папки на рабочем столе. Четвертое, шорткаты на рабочем столе или простым языком быстрые возможности для выбранного приложения. Пока этого в стабильной прошивке не встретить, но в еженедельных оно было. А учитывая тот факт, что глобальной еженедельной уже нет, данная возможность придет уже со стабильной MIUI 11. Пятое, редизайн настроек. Как вы помните из прошлых видео, разработчики кардинально перерисовали разделы и теперь те, кто сидят на китайской еженедельной привыкают к этим изменениям. Но могу отметить, что реально стало удобнее, хоть пока я еще полностью и не адаптировался к этому. Меню настроек стало более структурировано и теперь у нас не будет целой полосы разделов. В комментариях напишите, как вам такой вариант отображения настроек. И последнее. Будет также выполнен редизайн меню недавних приложений. Как заявляют разработчики, фон был до этого расположен в шахматном порядке и они это исправили. Также кнопка разделения экрана поменяла вид. Одним словом, мелкие улучшения для пользовательского интерфейса. Ну а еще мы создали инстаграм аккаунт нашего канала, где вы можете также узнавать самую свежую актуальную информацию. Ссылочка на него будет в описании под этим видео. Поддержите это видео лайком, если оно для вас было полезным и интересным и не забывайте о наших социальных сетях. Ссылки будут в описании. Сегодня с вами был Илья и всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok